Творяй чудеса Рождественский пост или Филипповский пост, который предшествует большому радостному и светлому празднику Рождеству Христовому. Почему этот пост называется Филипповский, мы сейчас с вами и узнаем у Иерея Максима Меркулова. Рождественский пост, второе его название Филиппов пост, потому что накануне этого поста в День памяти святого апостола Филиппа, апостола из 12, который отличался не только ревностным служением Христу, но и тем, что, во-первых, он был образован, знал Священное Писание до того, как был учеником Христа, и, конечно же, стремился к тому, и ждал того, что придет Христос. В честь апостола Филиппа этот пост и назван. Но, конечно же, мы должны понимать, что цель поста и окончание поста — это Рождество, великий праздник Рождества. Житие апостола Филиппа очень интересно. Сам он родом из Галилеи. Я говорил о том, что он знал Священное Писание, и он был из того народа, который ждал Мессию. Уже они ожидали пришествия Спасителя. И когда святой пророк Претеча вышел проповедовать со словами «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», начал крестить, то очень сильно обрадовался апостол Филипп этому и стал учеником Иоанна Крестителя. Вот однажды, когда в этот момент проходил Христос, Иоанн Креститель указал на то, что «вот все агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И указал на то, что «вот с нами уже Мессия, пришел Мессия». Апостол Филипп пошел за Христом. И Христос говорит «иди за Мною, иди по Мне, как по церковнославянскому, иди за Мною». И не нужно было для апостола Филиппа никаких чудес, никакого разумления, допустим, как это нужно было для апостола Петра. Два первоходных апостола, Петр и Павел. Для Петра нужно было чудесный улов рыбы, чтобы вериться в вере. Вспомним такое из Евангелия. Апостолу Павлу нужно было в разумление через слепоту, когда он в слепоте увидел Христа из страшного гонителя христиан Савла, становится великий, славный апостол Павел. Нужно было для апостола Филиппа только несколько слов, сказанных Христом. «Иди по Мне, иди за Мною, следуй за Мною». И он сразу же стал учеником Господа Иисуса Христа. В Евангелии несколько раз вспоминается об этом апостоле. Тогда, когда Христос спрашивал у него, сколько нужно денег для того, чтобы купить еду для насыщения пяти тысяч людей. Потом, когда апостол Филипп спрашивал во время Тайной вечери, а потом о Бога и Отце, тоже это в Евангелии есть. Потом, когда вспоминается апостоле Филиппе, когда он привел ко Христу Нафанайла, своего друга, тоже апостола Нафанайла, о котором, кстати, Христос сказал, что это истинный, в нем нет лести, указав на Нафанайла. Это истинный израильтянин. Апостол Филипп, как бы можно назвать чудотворцем. Вот однажды, когда уже после Пятидесятницы Святой Дух сошел на святых апостолов, и они пошли проповедовать по всей земле, по тому жребию, куда каждому было дано Господом. Вообще апостол — это посланник. Вот апостолу Филиппу выпало жребий идти проповедовать в Грецию. Сначала он проповедовал Галилею, потом он шел по Тепесту в Грецию. И он настолько был ревностен в проповеди, он так хотел многим рассказать об Христе, о его страданиях, о воскресении, что он даже в некоторых селениях не остановался на ночь. Бежал бегом, чтобы дойти до того места, чтобы в тот период, когда он идет многих встречать и говорить о Христе. Вот такая у него была ревность и вера. И вот встречает он по дороге мать на руках несущую мертвого младенца. Конечно же, он не прошел мимо. Он остановился, подошел к младенцу, возвел руки и очи к небу, сказал, что именем воскресшего Христа вводи в душе, вводи в тело. И младенец ожил. После чего мать и младенец приняли крещение от апостола Филиппа, и он пошел дальше. Это первое чудо такое, великое воскрешение. В дальнейшем его жизни и проповеди тоже были такие чудеса воскресения. Вот таким чудодейством воскрешал мертвых. Вот однажды, когда он уже в Греции проповедовал о воскрешенном Христе, там жили некоторые иудеи. Конечно же, они отрицали воскресение Христа и вообще говорили, как ты можешь проповедовать о Христе как Боге, которого распяли. Не может быть, это все ваши басни христианские. Он говорит, а раз басни, то я тебе сейчас покажу нашего воскресшего Христа и его силу, его силе и в могуществе. Как раз в этот момент проходила тоже погребальная процессия. Несли мертвеца. И подойдя к мертвецу, он произнес опять же такие слова, что именем распятого и воскресшего Христа восстание. И этот мертвый ожил. И не просто ожил, он начал проповедовать. Он говорил, что меня воскресил Христос. Христос — это истинный Бог. Он эти слова повторял очень много раз. Конечно же, после этого чуда многие в Греции иудеи приняли крещение от апостола Филиппа. А тот иудей, который богохульствовал, он был посрамлен. Многие даже ослеплены были. Потом пришлось апостолу Филиппу их тоже исцелять от слепоты, которые тоже потом приняли крещение. Настолько это... Он своими действиями появлял такие чудеса. Его была действительно вера крепкая. И вспоминается тоже его борьба с змеем, когда он вошел в одно из селений, где был храм посвящен, языческий храм посвящен змеям. Там кишились змеи, и находился огромный аспид такой, огромный змей, который жалил людей. Он его умертвил, храм разрушился, и тоже многие язычники приняли христианскую веру. Проповедовал апостол Филипп со своей сестрой Мариамной. Тоже в некоторых городах она ему помогала в проповеди. Апостол Матфей тоже с ними помогал. И очень знаменательна его кончина мучинская. То, что он принял мучинскую смерть, так же самое, как Христос, его распяли на кресте только вниз головой. Он сказал, что недостоин быть распятым, как мой Господь, и его распяли вниз головой. Такой он принял мучинскую кончину. Его церковь вспоминает, его церковь прославляет, его труды. Где он проповедовал, в тех городах он ставил епископов, для того, чтобы проповедь дальше продолжалась. Это были епископы из апостолов, которые были причислены к 70 апостолам, либо ученики апостола Филиппа. И с Божьей помощью вера распространялась трудами апостола Филиппа. Это и в Малой Азии было, и в Лидии, и Ливии. Вот в этих городах апостол Филипп проповедовал. Пост начинается 28 ноября, 27-го память апостола Филиппа. Этот пост еще называется Филиппов. В честь славного великого апостола. Апостола, который проявил стремление ко спасению, веру в Бога, любовь к Господу, который явил это не только в проповеди, но и на делах. Совершая чудеса. Апостол в переводе означает «вестник». Апостолы несли благою весть всему миру. Значит ли это, что, уподобляясь апостолам, христиане тоже должны нести благою весть каждый, как может? Конечно же, если мы верим во Христа, если мы осознаем себя христианами не только по традиции, что мы там когда-то были крещены, но и стараемся жить по-христиански, то, конечно же, мы являемся тоже проповедниками. И не только являемся, мы обязаны проповедовать. На том месте, где мы находимся. На работе, на служении где-то, либо пусть я даже продавец на рынке, но я должен проповедовать воскрешего Христа. Не только языком, что языком легче всего, а показывать свою веру и проповедь делами, исполняя заповеди Божьи и являть их на деле. Помочь нуждающемуся, помочь тому, кто тебя просит помощи, простить своего ближнего, любить врага. То, что сегодня как раз и стирается, эти все грани любви самого главного. Все заповеди построены на любви. Если любите меня, говорит Господь, то мои заповеди и будете соблюдать. Если мы любим Христа, то, конечно же, для нас заповеди это будет тем-то тяжелым, непонятным. Это будет естественная жизнь. И проповедь, она для христианина обязательно. То есть, где бы мы ни находились, мы должны проповедовать. Не только священник сам вон и должен проповедовать, но и каждый христианин в том месте, где его Господь и куда его Господь определил. Рождественский пост, он венчается светлым праздником Рождества Христового. Но даст Бог дожить бы, конечно, до этого праздника. И так в посту, в первую очередь, воздержание, смирение, но радости ведь никто не отнимает. Конечно же, есть понятие такое духовная радость. И когда мы исполняем заповеди Божьи, когда мы трудимся духовно, очищая свою душу и тело покаянием, и сердце, то, конечно же, Господь нас награждает духовной радостью. То есть, для христианина унывать – это невозможно. Конечно же, мы унываем, что мы немощные. Но вспомним, опять же, святых, даже Серафима Суровского преподобного, которого мы почитаем, какая у него была радость. Всегда у него была на душе Пасха. Радость моя – Христос воскресе. Он всех встречал с такой радостью. Если мы будем тоже стремиться, если в нашем сердце будет Христос, если наша душа будет чистая, не привязана к мирскому и греху, то, конечно же, эта радость духовная будет всегда с нами. И пост будет не тяжестью, а радостью, что мы впереди Рождество, впереди тот праздник, к которому мы должны стремиться. И как можно встретить праздник, не подготавливаясь. Ведь мы, когда встречаем гостя, мы убираем в своей квартире, там, где мы живем, наводим порядки, так мы и в душе. Чтобы встретить Христа, мы должны навести порядок. Вот посредством поста. Попаститься, посмиряться, очиститься, примириться. И встречаем с Христа. Слава Богу! Слава Богу за все! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова